Добрый день, уважаемые коллеги. Я в первую очередь, конечно, хотел бы поблагодарить организаторов. Очень интересная конференция, отличная погода, прекрасный город, богатый не только культурными, но и медицинскими традициями. Я буду говорить сегодня о небольшой работе, которая явилась результатом случайной находки. И некоторое время назад мы исследовали молекулярно-генетические механизмы действия потенциального антиракового препарата НАТЛИН-3, который разрывает взаимодействие П53-белка с его партнером МДМ-2 и восстанавливает П53-чувствительность клеток немногоклеточного рака легкого, фенотипически дефектный, по П53. В процессе вот этого исследования мы заметили, что разные, точнее, одинаковые клеточные линии, но полученные из разных источников, демонстрируют существенную разницу в чувствительности к этому препарату. Далее при разборе этого факта нами было показано, что это связано с инфицированием отдельных клеточных линий мекоплазмой. История-то вообще-то не нова. Любые, собственно говоря, внутриклеточные паразиты, они должны ингибировать апоптос, чтобы как-то существовать с их хозяином. Но мы решили заглянуть в этот факт более детально с точки зрения тех молекулярно-генетических механизмов или сигнальных путей, которые активируются при этом процессе. Ну вот в первую очередь мы попытались установить адекватную модель, мы попытались взять зараженную линию, вылечили ее, взяли здоровую линию клеточную, а работали мы сначала с линией H292, заразили. Мы посмотрели, что чувствительность и резистентность здоровой и зараженной линии особо сильно не умеяется, и в дальнейшем использовали изначальный вариант. Пункт номер один. Мекоплазм и хирхинис снижают чувствительность клеток линии H292 к действию натлин-3. Это было продемонстрировано резуриновым тестом, стандартным МТТ-тестом, и мы видим, что при концентрации натлина 30-15 микромолей наблюдается статистически значимая разница в чувствительности клеток. Эта чувствительность и резистентность, она не является атрибутикой только этой клеточной линии. Мы провели заражение мекоплазмой хирхинис двух других линий немелотоклеточного рака лёгкого и показали, что для линии COR-L23 наблюдается более чем 10-кратное увеличение резистентности, и для другой линии DV90, которая изначально умеренно резистентна к действию натлина, также наблюдается статистически значимое увеличение резистентности к этому препарату. Для того, чтобы посмотреть молекулярно-генетические основы этого факта, мы провели транспекционное профилирование, использовалась иллюминовская платформа, клетки заражённые, незаражённые инкубировали в тройных повторах, кроме этого использовали временной повтор, то есть таким образом в анализе было от 6 до 9 совпадающих по степени инфицированности образцов, подвергали выделению РНК, КДНК, гибридизовали на микрочипы HT12, и первичные грубые данные стандартно обрабатывали R-скриптами пакета биокондактор в платформе BML Genesplane. На первом этапе нами был применён достаточно такой традиционный подход по выявлению дифференциально экспрессируемых UP и DOWN регулируемых генов, и кроме этого мы провели исследование представленности сайтов транспекционных факторов в промоутерах UP и DOWN регулируемых генов. В результате этого анализа нами было идентифицировано 64 DOWN регулируемых и 163 UP регулируемых генов, они условно разбивались на несколько групп, они приведены здесь на этом слайде, все они достаточно очевидны, это ответные интерфероны, это воспаление, антиоксидантный ответ, метастазирование, прогрессия опухоли, и две DOWN регулированные группы, это эпителиальные маркеры и негативная регуляция эпителиальной мезинхемальной транзиции. Этим группам соответствовали три основных транспекционных фактора, которые были высоко статистически значены, перепереставлены в промоутерах как UP регулируемых, так и DOWN регулируемых генов. Мы попытались построить такую условную модель, объединяющую все эти сигнальные пути. В центре этой модели лежит транспекционный фактор NFKB, так как из того, что мы детектировали на первичном этапе, именно этот фактор имеет активности в сторону антиапоптотических генов. Процесс начинается с заражения мекоплазмы. Мекоплазма продуцирует как липопептиды, так и реактивные радикалы кислорода, и также какие-то, может быть, нам неизвестные низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения могут оказывать активацию NFKB-фактора через толк-лайк-рецепторы, либо через другие системы сеттинга. Активированный NFKB имеет в данном случае двойное действие. Он активирует воспалительные цитокины, в данном случае здесь показаны те, которые были высоко статистически значимо активированы. В нашем эксперименте провоспалительные цитокины активируют ЖАК-ТИК-СТАТ, сигнальный путь, который, в свою очередь, обратно активирует NFKB. Таким образом, мы видим здесь позитивную обратную петлю. В то же время NFKB является стандартным индуктором антиопоптических белков, среди которых мы видим классические BCL, EIP, TRAF и некоторые другие. Однако вот наряду с очень увеличением экспрессии генов NFKB и очень достаточно хорошим таким моделированием тех сигнальных путей, которые мы выявили статистически значимо обогащены в нашем сете дифференциальных экспрессируемых генов. Мы видели также увеличение экспрессии генов, регулируемых трансферционным фактором P53, что, в общем-то, тоже не является сюрпризом. Что, в общем-то, свидетельствует об ситуации P53, зависимой в пути апоптоза в клетках зараженных микоплазмы. При этом частота сайтов встречаемости для этого трансферционного фактора была также высоко статистически значимо обогащена в парамотерах апрегулируемых генов. И, собственно говоря, в дальнейшем для прояснения вот этой вот ситуации мы попытались применить другой метод анализа, так называемый абстрим-анализ. На пару слов я хотел бы сказать, собственно говоря, о сути этого метода. Ну вот стандартный вопрос к залу, что видится на этой картинке. Кто-то говорит, что здесь виден слон, кто-то говорит, что здесь видна посудная лапа, кто-то говорит, что здесь видна разбитая посуда. Но, по сути дела, вот это очень хорошая аналогия того, как нами выполняются эксперименты по профилированию тех или иных клеток, органов под воздействием тех или иных факторов. В данном случае слон – это тот самый фактор, это может быть заражение, это может быть цитокин, какое-то воздействие, а посуда, она представляет собой, собственно говоря, тот респционный профиль множества генов, которые мы видим. И, по сути дела, чаще всего мы видим именно посуду, мы пытаемся ее каким-то образом анализировать, измерять размер тарелок, коррелировать их с той патологией, которую мы изучаем. Однако, на самом деле, очень часто мы не видим вот этого самого слона. Но, безусловно, если сюда придет какой-нибудь, например, опытный криминалист, он сможет по тому, как разбросана посуда, как она побилась, идентифицировать, когда и кто, и как пришел, и, собственно говоря, сделать это действие. Но вот здесь вот подход биоинформатический, который мы пытались применить, он сходнее действиям вот этого криминалиста. При данном подходе анализируются вместе ап и даун регулированные гены, мы их противопоставляем неизмененным генам, которые здесь изображены как константные. Далее производится анализ промоутеров этих генов для выделения того набора транспекционных факторов, которые может статистически значимо разделять вот эту вот группу и вот эту группу. А далее с использованием баз данных, аннотации, которые здесь чрезвычайно важны, мы можем попытаться идентифицировать тот набор киназ, который активируется, приводя к активации транспекционных факторов, приводя, соответственно, к этому профилю. И далее, поднимаясь вот так по, собственно говоря, синдальным каскадам, идентифицировать вот того самого слона, то есть который, собственно говоря, и пришел, и вызвал вот это вот изменение, которое часто достаточно неспецифично. Идификация этого слона или ключевого фактора, или кейнода, она позволяет, во-первых, рассматривать эту точку и как диагностическую, и как мишень для препарата, и также, собственно говоря, позволяет рассуждать более точно о тех молекулярных механизмах, которые привели к наблюдаемым нам изменениям белков, микро-РНК, РНК и так далее. Ну вот, собственно говоря, данный слайд, он немножко перегружен, он не такой страшный, как кажется, я постараюсь его объяснить словами, он демонстрирует часть этого анализа. Здесь мы видим входные верхние факторы, здесь мы видим транспекционные факторы, то есть вот тут она просто положена, вот эта вот пирамида. Ну и, безусловно, что было также очевидно, что программа нам нарисовала очень сходную схему, очень похожую на ту гипотетическую систему, которую я показывал на предыдущем слайде. Мы видим среди этих слонов или кинодов интриликин первые, мы видим РФ-9, мы видим ИСИЖ-15, НФКБ, наш любимый в данной работе, но мы видим, что вот транспекционный фактор П-53, он активирует промоутеры этих наших кинодов, этих генов, которые определяют всю вот эту вот систему изменения сигнальной трансдукции, которую мы видим, инфицированных мекоплазмами клетков, и замыкает еще одну обратную петлю. Таким образом, вот по сути дела, в данной ситуации П-53 ген, который очень всегда однозначно воспринимается учеными, как страж генома, как ген, который необходим в первую очередь, чтобы уводить клетку в апоптос в определенных условиях, здесь играет двойную роль, двойной агент, и он также активирует вот эту вот систему, которая, собственно говоря, активирует противоапоптические гены. Другой интересный сигнальный путь, пожалуй, может быть даже более важный и более интересный в этих клетках, это путь эпителиально-безинхомального перехода. Ну вот было показано, что в клетках зараженной мекоплазмы имеет место снижение экспрессии генов эпителиальных маркеров, тут и кератины, и TGP-1, уменьшается также экспрессия негативных регуляторов, тоже здесь они, в общем-то, достаточно классические, FST, C1-P1, повышается уровень факторов, принимающих участие в регуляции TGF бета-сигнального пути, в частности, генкодирующий МИК-1, фактор, который активно участвует в процессе прогрессии опухоли, мектосизирования, повышается в 5 раз. Сейчас мы видим активацию СМАТ-3 сигнального пути, и кроме этого, мы знаем из предыдущих работ, что NFKB, он также способен повышать экспрессию тракцепционных факторов снейл и зеп, которые являются, собственно говоря, основными такими игроками, исполнителями вот этого самого перехода. Мы попытались положить несколько наиболее интересных для нас генов на аннотированный вручную и с помощью программы средств ПАЗВЭЙ эпителиально-безинхиального перехода. И вот мы видим, что на части этого сигнального пути они тоже очень хорошо кластеризуются. Если мы посчитаем статистическую значимость, то она будет в 12-м знаке. Мы показали также, что такой переход имеет место быть функциональным тестом по способности клеток образовывать колонию в мягком агаре. Мы видим, что инфицированные мекоплазные клетки делают это достаточно эффективно. Однако в процессе работы у нас возник естественный вопрос. Но вот эти данные были получены на клеточной линии H-292. А как оно будет вообще-то, если мы возьмем другую клеточную линию? Может быть, даже и другой тип рака. Чтобы как-то разрешить этот вопрос, мы провели заражение двух других клеточных линий, существенно отличающихся и по скорости роста, и слегка по морфологии, и, в общем-то, по определенной иммунохимии. И провели измерение экспрессии с помощью количественного реал-тайм, ПЦР, восьми генов, которые нам показались такими, ну, то есть, во-первых, они хорошо дифференциально экспрессировались, продукты их, они имеют совершенно четкую доказанную роль в эпитально-мезонимальной транзиции, и оценили корреляцию полученных от профилей экспрессии методом множественного Пирсона между H292 линией и, собственно говоря, инфицированными другими клеточными линиями. Ну, и мы видим, что вот для корр L23 R2 равен примерно 0,8, то есть это не сказать, что это отлично, но это, в общем-то, уже значимый результат. А вот для другой линии, DV90, мы получили корреляцию 0,91. То есть это не доказывает, безусловно, что схожий профиль экспрессии будет наблюдаться всегда при трансфекции мекоплазмой разных клеточных линий или клеток от разных индивидуумов, но, безусловно, свидетельствует, что мы можем рассчитывать на такое развитие событий. Все это было, в общем-то, сделано на клеточных линиях, ну, и мы понимаем, что ингибирование апоптоза, которое мы наблюдали при добавлении препарата на Атлин-3, оно может быть, в общем-то, наблюдаться и при действии других препаратов. И мы действительно, когда использовали цикслофосфамид и доксирубицин, также наблюдали примерно схожий процесс. По-видимому, такой процесс, наверное, можно предположить, что он бы мог наблюдаться и у пациентов при заражении их мекоплазмой, ну, в частности, заражении клеток опухоли. Кроме этого, пентахилиарная мезинфмальная транзиция, она сама по себе влечит резистентность клеток как химиотерапии, так и, собственно, стимулирует инвазию и метастаз. Ну и для того, чтобы оценить, насколько этот факт имеет место быть, мы просто попытались в качестве первого этапа оценить, насколько часто клетки опухоли реальных пациентов содержат мекоплазму. Ну, в данном случае мы рассчитывали изучать именно ДНК мекоплазмы и собирались использовать для этих целей количественные реал-тайм ПЦР. Однако, вот если мы посмотрим на клиническую лабораторную практику, то, на самом деле, не очень много видов мекоплазм диагностируется. Как правило, это те мекоплазмы, которые имеют какой-то четко выраженный клинический эффект. Например, пеймония, гениталиум. В отдельных случаях добавляются там еще 2-3. Так как мы предположили, что для реализации, вот именно модификации сигнальных путей в сторону увеличения резистентности к каппаптозу и эпителиальной меземпланной транзиции, мекоплазме совершенно не обязательно быть, собственно говоря, по-настоящему патогенной для человека. Мы попытались детектировать все-таки как можно большее количество мекоплазм, потому что из неопубликованных исследований наших коллег из СНИ-эпидемиологии и из некоторых других институтов было показано, что человек носит, в общем-то, ну, как минимум десятка-полтора разных мекоплазм, многие из которых ассоциированы с кошечками, с собачками и с другими нашими друзьями меньшими. Для этого мы провели анализ выравния 150 последователей, сразу в мекоплазм сконструировали систему, в общем-то, которая показала при дальнейшем доведении довольно приличные аналитические характеристики, до 6 копий, и применили эту систему для анализа около 500 образцов из колоритальных опухолей и около 300 образцов от рака легкого, от пациентов с раком легкого. Надо отметить, что в качестве анализа использовала ДНК, выделенная из парафиновых блоков. Этот процесс достаточно тщательно контролировался в отношении того, чтобы опухоль действительно содержала большую часть, точнее, срез опухолевых клеток. Там, где это не соблюдалось, проводилась макродиссекция, поэтому мы можем, в общем-то, достаточно уверенно утверждать, что мы анализировали именно клетки опухоли. И мы видим, что примерно почти 20% опухолей колоритальных и около 12% рака легкого содержат мекоплазменную инфекцию. Однако сама по себе мекоплазменная инфекция, она, конечно, может присутствовать, но важно и количество клеток мекоплазмы на клетку опухоли или клеточной линии зараженность. Вот наши эксперименты мы проводили примерно с зараженностью на клеточных линиях от 2 до 4. Ну и для того, чтобы оценить уже зараженность, мы использовали метод цифровой капельный ПЦР, с помощью которого нами было показано, что, по крайней мере, четверть пациентов, у которых мы детектировали мекоплазму, они несут мекоплазму в копейности от 0,5 до 2, ну, с учетом сложности диссекции и то, что это все-таки было достаточно плохого качества ДНК, мы можем ожидать, что, скорее всего, это количество удвоится. Ну и, собственно говоря, здесь приведены примеры уже конкретных опухолей с большой нагрузкой, ну, вот это 3 мекоплазмы на клетку и с низкой нагрузкой. Таким образом, то есть мы показали, что вообще инфекция опухолей клеток мекоплазмой, оно это совсем не редкое явление. И это, в общем-то, в данный момент отправная точка для уже второй части этого исследования, которое мы сейчас пытаемся организовать и проводить. Вот наш предварительный анализ этих пациентов, он уже показал, что мультипликация зараженности, она статистически значимо ассоциирована с метастазами у пациентов, где мы диагностируем мекоплазму. Однако понятно, что статистика пока этих исследований не очень большая, и она может существенно измениться. Ну и я, собственно говоря, не буду читать заключение, потому что его легко прочитать со слайда. Но хотел бы отметить, что считаю, что наиболее, как говорится, важными результатами вот этой побочной работы, наверное, можно назвать, что стимуляцию достаточно чётко выраженную эпидемиального перехода, по крайней мере, в клеточных линиях, мы увидели и то, что, в общем-то, достаточно большое количество пациентов заражено мекоплазмой, и это может в идеале влиять как на результаты химиотерапии, так и на прогноз, что, в общем-то, уже ранее было показано для колоректального рака и описано в отношении препаратов на основании флюороцила. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть ли вопросы? А вообще в литературе, ну, допустим, ассоциации же между инфекционными агентами и заболеваниями искали испокон веков, и мекоплазмная пневмония, в общем-то, не редкость. А вообще в литературе, ну, я понимаю, что тут не столько риск рака, сколько устойчивость терапии, но вообще как-то, допустим, факт того, что мекоплазма персистирует, может персистируть в опухолевых клетках, кто-нибудь пытался вообще это изучать или не очень? Да, изучать пытались. Были работы, где была показана ассоциация, например, с тем же самым раком лёгких, где не была показана ассоциация. Основная вообще проблема этих работ, наверное, почему они немножко, их очень тяжело анализировать, потому что они во времени были очень разнесены. И в отдельных случаях анализировалось, например, делали фа на мекоплазму, что, в общем-то, на самом деле, как бы такой достаточно странный подход. Иммунохимию использовали, но опять-таки антитела, например, специфичность, ну, вот, в частности, я смотрел, она не всегда описывалась. Экспериментально была работа, которая делалась, собственно, в Гамалеи при участии того же Гудкова, где показывалось, собственно говоря, что мекоплазма может стимулировать трансформацию фибробластов, да, в, ну, собственно говоря, в аденокарциному. Но, в общем-то, таких вот системных исследований, которых мы могли бы сказать, да, вот это точно показано и точно сделано, их, к сожалению, пока крайне мало. Спасибо. Я позволю себе задать один вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вот вы трактуете активацию апоптоза по 53-зависимого? Он как бы немножечко выбивается из тех закономерностей, которые для мекоплазмы выявлены у вас? Ну, вот если мы вообще, ну, пытаемся рассуждать об активации тех или иных сценариях уйти, то же самое НФКБ, он много чего активирует и имеющий отношение к пропопатитатетическим генам. Здесь, в основном, фактически мы имеем дело взаимодействия разных частей и разных сигнальных путей. И, по сути дела, ну, вот это, может быть, такое субъективное, да, мое мнение, но оно, в общем-то, обсуждается и нашими западными коллегами. То есть мы очень часто сигнальный путь, он фиксируется в каком-то состоянии именно замыканием каких-то регуляторных петель. Собственно говоря, вот в нашей работе мы поставили как раз себе, ну, некоторое, может быть, очень условная цель, может, она на самом деле такая примитивная, найти вот эти петли, ну, собственно говоря, которые я и показывал по докладу. Ну, в любом случае, так же, как и, например, провоспалительный ответ, всегда есть обратная регуляция, у вас индуцируются и какие-то регуляторы обратного. Наверное, именно так. Скажите, пожалуйста, а что известно про мекоплазму в легочных макрофагах? И, скажем так, следующий за этим вопрос, а что первично, что вторично? Мекоплазма появляется, когда уже опухолевый процесс пошел, и на каком этапе? Или она контаминируется сначала и помогает инициации опухолевого процесса? Вот по поводу легочных макрофагов я вам не отвечу. По поводу легочного, ну, то есть эпителия, да, мекоплазма, ну, то есть вообще она может существовать как бы внутриклеточно и примембранно, да, то есть вот для легочного эпителия, ну, мембранная локализация мекоплазмы, она была показана. Вот грамотно сказать насчет макрофагов я вам, ну, то есть сказать не могу. То есть мы такую литературу, ну, не пытались пока искать. Я еще раз повторяю, для нас это было такое вот побочное некоторое исследование, которое мы сейчас вроде как заинтересовались, пытаемся из этого сделать что-то, ну, такое любопытное. Относительно того, что является, ну, то есть индуктором, да, что нет, наверное, ну, то есть можно сослаться на работы, ну, того же самого Гудкова, где мекоплазма является фактически заражением мекоплазмой дополнительным фактором, ну, то есть который доводит, ну, то есть сумму вот этих вот изменений, да, то есть до критичного, когда уже происходит трансформация. То есть, в общем, ну, так образно я бы сказал, это еще одна соматическая мутация, да, до прихода клетки, да, потери контроля уже над пролиферацией. Ну, например, вот можно так интерпретировать. В этом случае, конечно, мы можем рассматривать это как часть причины, то есть, ну, говорить о первичности. Но экспериментально, вот не мы этого дела не показывали, но я вот работу по легочному, ну, то есть эпителию не помню. Спасибо большое. Я просто могу себе представить, предположить, взновываясь на то, что вы сказали, что если на эпителии сверху на мембране сидит мекоплазма, а макрофаги ее видят, потому что рецепторы для всего чужого есть, то они дополнительно выбрасывают цитокины, которые дополнительно повышают мутагенез. То есть у вас инбива будет еще более сложный процесс, завязанный на вот это вяло текущее воспаление. Согласен, да. А потом, когда эти радикалы или цитокины усилят трансформационный процесс, мекоплазма уже попадет и внутрь. То есть делящихся клеток интенсивно деляется. То есть я могу себе представить, что там просто двоякий механизм. Спасибо. Спасибо. Спасибо.